Я приветствую всех жителей Самары и Самарской области. Здравствуйте! В прямом эфире на телеканале Самаргиз вы смотрите программу «Территория права». И сегодня на ваш вопрос, уважаемые телезрители, отвечает нотариус города Самары, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Юрьевна Николаева. Здравствуйте, Галина Юрьевна. Здравствуйте! 202-11-22, телефоны прямого эфира. Уважаемые телезрители, дозванивайте, задавайте свои вопросы. Ну а я начинаю с своих, Галина Юрьевна, в продолжении беседы об удостоверении сделок с несовершеннолетними. Вот если продавцом недвижимости является несовершеннолетний, то скажите, пожалуйста, насчет ребенка или его родителя будут перечислены деньги от продажи? Конечно же, насчет ребенка, поскольку родители не имеют права на имущество, принадлежащее несовершеннолетнему ребенку. Все имущественные права ребенка охраняются законом. Распоряжаться этим правами возможно только законом представительства с предварительного согласия органов опеки и попечительства. Поэтому деньги будут перечислены однозначно на счет несовершеннолетнего ребенка, и распоряжаться ими можно будет с согласием органа опеки и попечительства. Галина Юрьевна, а вот если происходят подобные сделки, связанные с несовершеннолетними, какие тонкости нужно знать родителям, чтобы не ошибиться или предварить какие-то случаи? В продолжение первого вопроса хотел бы сказать, почему законодатель предусмотрел, что здесь охраняются интересы ребенка в полной мере, не только предварительным согласием органов опеки, но и тем, что если деньги будут находиться на счете одного из родителей, то при возникновении обязательств по выплате каких-то долгов, эти деньги пойдут по выплату долгов. А если они аккумулируются на счете несовершеннолетнего ребенка, то на них не обращается взыскание по долгам родителей. Поэтому очень важный момент, и родителям не стоит вот этим пренебрегать, даже в тех случаях, когда раньше заключались договоры в простой письменной форме, но сегодня с несовершеннолетними, и с сделками, связанными с опекой и доверительным управлением, сделки подлежат обязательно материальному удостоверению, поэтому здесь нотариус обязан будет соблюсти все интересы несовершеннолетнего. А о тонкости заключается единственное в том, что необходимо получать предварительный согласие органов опеки и попечительства, как раз в интересах несовершеннолетнего, чтобы не пострадали его интересы. В том числе, хотя оно номинально получается, такое согласие, если несовершеннолетний отказывается от преимущественного права покупки. Если несовершеннолетним принадлежит доля в праве собственности на квартиру, одна из которых долей продается, и преимущественное право предлагается в том числе осуществить и несовершеннолетнему собственнику, и вот законный представитель не может без согласия органов опеки и попечительства отказаться. Он обязан с предварительного согласия органов опеки и попечительства предоставить такой отказ. Спасибо. У нас есть звонок. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Алло. Да, вот мне такой вопрос, Галенте Юрьевне. Я дал доверенность риэлтору на продажу квартиры. Риэлтор у меня забрал все документы. Я очень переживаю, что он может сделать с моей квартирой. Ответьте, пожалуйста, как мне доступить. Спасибо. Нет, ну если вы не желаете, чтобы по этой доверенности продолжали осуществляться риэлторам какие-либо действия по отчуждению вашей квартиры, то необходимо, первое, это отменить эту доверенность. Отменить, вот очень часто граждане забывают, у какого нотариуса они оформили. Вот их привезли в контору на машине, он не посмотрел внимательно ни адрес, ни фамилию нотариуса, помнить нотариуса в лицо. Очень часто такие по телефону вопросы задаются. Вот я помню, она вот такая-то, такая-то была. Вот, конечно, по описанию можно отыскать этого нотариуса, но ничего страшного в этом нет. В любом случае можно отменить доверенность у любого нотариуса. При этом просто текст немножко другой будет этой отмены. Но необходимо срочно это сделать и попросить нотариуса, чтобы он передал эти распоряжения об отмене доверенности в соответствующие органы, в Росреестр, в кадастровую службу, чтобы ни документы не выдавались этому лицу, в отношении которого отменена доверенность, ни регистрационные действия не производились. И после этой отмены, если сделка все-таки будет совершена, она будет уже недействительна, поскольку доверенность на ее совершение была отменена. Поэтому, более того, можно обратиться в Росреестр с заявлением, чтобы, если уже подано на регистрацию, какие-либо документы, чтобы приостановили регистрацию этих действий. Галина Юрьевна, а обязательно за отменой даже доверенности приходить к нотариусу? Или это можно сделать как-то в электронном виде, но вот в век наших сейчас современных технологиях разъясните? Нет, в данном случае необходимо явиться к нотариусу, к любому, с паспортом. При этом нет, даже если нет на руках доверенности, вы не помните, когда вы выдали эту доверенность, кому вы ее выдали. Я уже, как сказал, текст будет немножко другой. Если мы точно знаем данные этой доверенности, то мы указываем в тексте этой отмены, какие именно доверенности отменены, в отношении какого лица, каким нотариусом удостоверены. Если же нет, то мы просто указываем, что отменяю доверенность, выданную мной в отношении распоряжения квартиры такой-то, находящейся по адресу такому-то. Поэтому в данном случае сильно пугаться не нужно. Нужно просто своевременно обратиться к нотариусу. Спасибо. 202-11-22, телефоны прямого эфира. Уважаемый телезритель, дозванивайтесь. Галина Юрьевна Николаева, президент Нотариальной палаты Самарской области, сегодня отвечает на ваши вопросы. Ну и, конечно, сайт и телефон Нотариальной палаты периодически появляются на ваших экранах. Галина Юрьевна, как гражданину поступить в ситуации, если утерян правоустанавливающий документ, договор в простой письменной форме на недвижимое имущество, право на которое зарегистрировано, а предъявлять его надо для оформления наследства, либо удостоверения сделки? Ну, очень часто граждане теряют документы. И вот если договор был заключен или выдано свидетельство о праве наследства, естественно, в нотариальной форме, то проблем нет. Мы получаем дубликат у нотариуса. Разыскать нотариуса тоже проблем нет. Если мы не помним, у кого мы удостоверили этот договор, то мы обращаемся в Нотариальную палату. Нотариальная палата производит розыск. Нотариальную палату необходимо... Очень часто пишут в простой письменной форме. В форме письма. Прошу выдать мне дубликат. Найдите нотариуса, где я могу получить дубликат. Вот такие заявления, учитывая, что законодатель охраняет тайну совершения тренировых действий, необходимо подавать лично, с предъявлением документа удостоверяющего личность. Поэтому вот не затягивайте это время, не направлять вот такие просто письма, поскольку вы получите ответ, что вам необходимо лично явиться в Нотариальную палату, либо к любому нотариусу. Можно такое заявление оформить у любого нотариуса. Нотариус точно так же произведет, либо передаст соответствующему нотариусу, либо произведет самостоятельно. Если это свидетельство о праве наследства, он скажет, у какого нотариуса оно выдавалось. Поскольку все нотариусы работают в единой системе нотариата, информационной системе России, поэтому запросить тот или иной документ труда не составляет. Поэтому в данном случае мы, либо если мы можем получить дубликат, мы его получаем, а если нет, мы запрашиваем в Росреестре нотариус самостоятельно, может, посредством электронного межведомственного взаимодействия, запрашивает справку о составе правоостанавливающих документов. Если у лица есть на руках свидетельство о праве собственности, он может получить копию, если это договор в простой письменной форме, получить в Росреестре копию заверенную этого договора. И вот этих документов плюс справочки нотариусу будет достаточно для оформления того или иного нотариального действия. Галина Юрьевна, а по срокам? Долго ли это происходит? В силу требований закона и приказа соответствующего, Росреестр обязан выдавать не позднее следующего дня, от дня запроса. Другой вопрос, что по каким-либо причинам, да, иногда они задерживают, выдачи этих документов, но тем не менее, в любом случае, это будет быстрее, чем гражданин обратиться лично. Более того, если гражданин обращается лично, то он уплачивает 250 рублей, если он обращается через нотариус, то нотариус получает эти сведения бесплатно. Поэтому лучше, конечно, вот на сегодня нотариус это вот единое окно, куда можно едино же обратиться и получить весь спектр тех услуг, которые необходимы для совершения реальных действий. Нотариус самостоятельно запрашивает в рамках, вот как я уже сказала, электронного взаимодействия документы для наследства, за исключением справочки о местожительстве умершего. Эту справочку нужно получить самим. А что касается недвижимости, участия в каких-либо обществах, что касается акций, нотариус самостоятельно запросит, банков, банковских вкладов, нотариус запросит эти сведения самостоятельно. Спасибо. Принимаем следующий звонок. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире программа «Территория права». Алло, здравствуйте. А я вот хотел спросить вопрос такой задать. Вот у нас о приватизации старые еще документы, когда вот завод Машников был, вот, сказали, что оно в единственном экземпляре как бы вот у нас, да. Просто дело в том, что я как бы его зламинировал, и вот сейчас его, если в Экбалате регистрируются после того, как мать вступила в наследство, то говорят, что не факт, что оно произойдет после того, что оно зламинировано. Нет, оно, конечно, пройдет, но не следовало этого делать. Тем более, что вы говорите, что мама вступила в наследство на долю. У вас, наверное, на троих была приватизирована квартира. Он говорит, что вот место есть, мы поставим, но он говорит, что там не знает, как у них произойдет. Ну, не следовало, конечно, ламинировать, но пугаться нечего, если вы не регистрировали право собственности на эту приватизированную квартиру. Но договор как таковой, он не единственный документ. Есть еще постановление администрации о приватизации этой квартиры. Поэтому все это вот восстановить возможно. Но лучше его не утрачивайте, конечно, хотя бы этот заламинированный. Хотя для всех вот можно повторить, нельзя ламинировать документы. А почему, Галина Юрьевна, а как сейчас сохранить вот документы, которые, ну, действительно, старые и ветхие могут рассыпаться в руках? Есть файлы, которые, подобная ламинация, есть файлы, положил файлы и храним дома. Спасибо за ваш совет. Я напоминаю, телефоны прямого эфира, вы видите их сейчас на экранах, 202-11-22, дозванивайтесь, времени у нас предостаточно, задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Галина Юрьевна, а вот есть ли еще новшества в оформлении прав граждан-нотариусами, о которых мы с вами еще не говорили? Ну, с 26 февраля вступили в силу изменения, которые внесены, немножечко я номер статьи забыла, касающиеся порядка отказа от наследства, направленного отказа от наследства. Так. Значит, эта статья, в принципе, она претерпела изменения, там добавлены всего фразы из трех слов, что независимо от призвания к наследованию. То есть на сегодня, он и раньше, наследник мог отказаться от наследства в пользу других лиц, в том числе наследников там по закону, по завещанию, по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии и любого круга наследников. Но практика складывалась в Российской Федерации неоднозначно. Часть читали эту статью, что можно отказаться в пользу любой очереди, в том числе следующей. А другая часть нотариуса четко встала на позиции, так же, как и была предыдущая редакция еще ранее, что только лиц, которые призываются к наследованию. Поэтому Конституционный суд вмешался, признал неконституционную эту норму и заставил законодателя внести соответствующее дополнение. На сегодня четко уже законодателя, это право отказа направленного от наследства, трактует в таком плане, что в пользу любого наследника, любой очереди, независимо от призвания к наследованию. То есть если призывается к наследованию наследники первой очереди, он может отказаться в пользу наследников третьей и четвертой очереди. Как вы считаете, вот это изменение, ну понятное дело, что оно правомерно, оно облегчает дальнейшую судьбу наследованию? Для наследников, конечно. Поскольку если раньше наследники в последующую очередь не могли отказаться, им приходилось оформить наследство на себя, а потом дарить. Дарить или продавать, как уже они там определялись. Сегодня можно отказаться сразу в пользу другого наследника. Спасибо. Принимаем звонок, Галина Юрьевна, у нас очередной дозвонившийся телезритель. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Вот у меня такой вопрос, Галина Юрьевна. Скажите, пожалуйста, я сделала завещание современника. Он ко мне хорошо очень относился, а теперь забрал все документы, не приходит вообще. Как мне отменить завещание? Я уж не помню, где оформляла. Как сделать? Скажите, пожалуйста. Ну, как я уже говорила, либо мы обращаемся в нотариальную палату и разыскиваем это завещание. Хотя зачем бы оно нам нужно было? Поскольку в данном случае нет проблем вообще никаких. Необходимо, если гражданка может сама обратиться к нотариусу, то к любому нотариусу можно обратиться и составить новое завещание. Если не на кого составлять новое, тогда, конечно, придется отменять предыдущее. Поэтому трактовка завещания будет таковой, что составленное мною ранее завещание в пользу такого-то, такого-то. Главное не ошибиться. У нас очень часто завещатели ошибаются с датой рождения. На кого хотят переоформить наследство? Да. Либо, например, там в том завещании указана дата 10 апреля, там дата рождения 83-го года. А когда отменяют, друг говорит 25 апреля 84-го года. Ну, бывает у людей в возрасте, вот кажется им, что вот теперь вот эта дата точно правильная. И вот получается два разных человека. И здесь уже будет судебный порядок. Потому что в судебный порядок не повергаться, конечно. И в тех случаях, когда мы завещаться... Я вот все-таки отвечу на этот вопрос, что необходимо отменить. Либо нотариуса на дом вызвать, если нет возможности в силу здоровья обратиться к нотариусу. Либо, если есть возможность, обратиться к любому нотариусу, отменить это завещание. Галина Юрьевна, вот в таком случае мне любопытно. А если вот даже, уважаемая телезрительница, не на кого составлять завещание, то... Тогда только отменить. Только отменить. А кто же будет принимать наследство? Наследство будет... Выморочное имущество это является и принимает наследство государство. В лице, как раз вот если это жилье, то это муниципальные органы. Если это иное имущество, то это налоговые органы. То есть нужно подумать, на кого переписать завещание. Конечно. Принимаем следующий звонок. Алло, добрый вечер, вы в прямом эфире. Можно еще? Я, конечно, никого не учу. Очень часто тоже приходят и говорят, а мне некому завещать. А вот кто получит? Ну, если некому, у нас есть детские дома. У нас есть масса сирот, масса нуждающихся, больных людей, детей инвалидов, которым можно оставить это имущество. И я думаю, что там распределятся в соответствии с назначением, ну, благая цель. Потому что очень многие не знают, и когда им объясняют, что это получит государство, они говорят, ну, там разберутся. Вот, ну, там, конечно, разберутся однозначно в силу требований закона. И это жилье пойдет точно так же нуждающимся в улучшении жилищных условий и так далее. Но есть еще и такая возможность... Лучше адресом как-то все-таки, да? Да. Спасибо. Принимаем звонок. Алло, добрый вечер. Слушаем вас. Да, здравствуйте. Здравствуйте. А могу узнать, вот, сейчас далекую заключаю. Но я сейчас не в браке. У меня требуют справочку о том, что я не состою в браке. Вот. Через год я уже в браке буду состоять. У меня вопрос. Вот я когда замуж выйду, если вдруг что-то случится, муж будет иметь право на квартиру или нет? Спасибо. Именно на эту квартиру муж не будет иметь право. Вот. Поэтому все имущество, которое приобретено супругами до брака, либо в браке по безвозмездным сделкам в порядке наследования и дарения, либо приватизации только на имя одного из супругов, второй супруг не имеет право, поскольку это имущество не относится к составу совместного нажитого имущества. И разделу оно подлежать никогда не будет. Но все-таки мы в наших программах неоднократно говорили о том, что если даже такие сомнения есть до брака, стоит заключить лучше всего брачный договор. Ну вот именно на это имущество никаких проблем не будет. Поэтому в отношении этого имущества брачный договор не требуется заключать. Другой вопрос, что заключить брачный договор на имущество, которое будет приобретено в браке. Вот сразу определить его судьбу. Определить режим собственности на это имущество. Чтобы в последнее не возникало ни споров, ни вопросов к этому имуществу. Поэтому, если это раздельный режим собственности, то каждый, все, что приобретено на имя супруга или супруги, будет его личной собственностью. И у второго нет права на это имущество, нет права требований к этому имуществу. И по долгам одного из супругов на это имущество уже не будет обращено в заскание. Поскольку имеется брачный договор о раздельном режиме собственности. Поэтому вот мы из года в год мы рассказываем преимущества брачного договора. А на сегодня, учитывая все эти кредитные истории, А каталог кредитных историй практически переполнен. Поэтому и когда уже начинают незаконным способом спасать это имущество и выводить его, то дарением, то срочной продажей, то якобы за долги отдали. Всегда есть право обратить на это имущество взыскание. И законодатель это четко процедуру предусмотрел. Поэтому лучше обезопасить себя на будущее, заключить соответствующий договор в соответствии с своими намерениями. Спасибо большое. Следующий звонок у нас на линии. Добрый вечер, мы вас слушаем. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня дочь вышла замуж за вдовца. У него двое детей. Была приватизированная квартира. Они ее продали, купили дом. Детей туда же пропитали. У моей дочери рождается третий ребенок. Но он там не прописан. Вот если зять умрет, как будет делиться между этими детьми квартир, дом? Если прописка не влияет на право наследства. Никакого значения. Она не имеет за исключением тех случаев, когда единственный, один из наследников проживает, и для него это единственное место для проживания, и имеется другое имущество. Вот у такого наследника, который проживает и пользуется жилым помещением, есть преимущественное право на получение его в натуре, выплатив компенсацию другой частью имущества. Поэтому, если ваш ребенок в любом случае будет иметь право на наследство, наравне с теми же детьми, если он, ваш супруг, не оставит завещание. А завещание можно оставить, и об этом никто знать не будет. Поскольку тайна составления завещания храняется законом до смерти наследателя. И очень часто супруги, вот как раз вот, не буду пугать телезрительницы, но зачастую, лучше себя, конечно, всегда обезопасить, зачастую составляют завещание, каждый на своих детей, никто об этом знать не знает, и вот таким образом потом возбуждаются судебные споры. Кто себя считает в данном случае обиженным, то есть его интересы он считает, свои интересы считает пострадавшими, но есть право на обращение в суд. Другой вопрос, перспектива эта судебная какова, поскольку признать завещание действительно только потому, что тебя обидели, невозможно. Необходимо доказать, что завещание было составлено под влиянием заблуждения, угрозы, насилия и обмана. Но не секрет, что и в суд предоставляет ложные доказательства и о запугивании, и об угрозах, и о насилии, об обмане. Поэтому вот, чтобы не затягиваться в эти судебные процессы, не доказывать, а он может длиться не один месяц такой процесс, и он уносит не только деньги, еще и силы моральные, душевные. Вот, поэтому лучше, конечно, ну пока природа вот такого наследственного договора, она в России еще не в практике, хотя в проекте она уже у законодателя несколько лет как бы имеется. Но наследственный договор, он применяется во многих странах, в том числе латинского права, который исповедует и нотариальное право России. Но на сегодня вот нет пока наследственного договора. Он очень жестко будет предусматриваться. Если супруги составили наследственный договор, они не вправе от него отступить. Поэтому, может быть, законодатель все-таки не идет по этому пути. И вот на сегодня у нас существует только завещание. Поэтому нужно четко себе представлять. Либо вы этот дом, ну, не вправе учить, но могу посоветовать. Либо этот дом нужно при жизни определить, всем детям раздать по доле, чтобы они точно знали. Зарегистрировать уже. Конечно, передать, подарить им. Вот, и чтобы они были собственниками. Тогда уже это будет железобетон и собственность этих детей. Вот, потому что неизвестно, чья правда будет потом сильнее. Ну, а если нет завещания, то дети в равной степени, значит, половина будет супруге принадлежать, поскольку это в совместном браке приобретительное имущество. А вторая половина будет делиться на троих детей и супруга. То есть по одной четвертой доле, от одной второй, по одной восьмой. Спасибо. А у нас есть звонок. Алло, говорите, вы в прямом эфире? Алло. Добрый вечер. Слушаем. Да, мы подыскиваем себе квартиру. И смотрели одну квартиру, а она по доверенности продается. И вопрос такой. Если доверенность может быть отозвана, как мы это поймем? Ну, в любом случае, вы можете, если имеются реквизиты доверенности, вы вправе точно также обратиться к любому нотариусу и проверить действительность этой доверенности на день совершения сделки. Если же вы будете удостоверять договору нотариусу, то нотариус самостоятельно проверяет, действительно это доверенность на сегодня или нет. Независимо от того, где она составлена. Так что у нас есть банк доверенности, где возможно проверить, введя соответствующие реквизиты, проверить, действительно это доверенность или нет. А вообще лучше стоит продавать и покупать по доверенности? Что такое по доверенности? По доверенности лицо ее подписывает, эту сделку. Вот покупать по доверенности, то есть взял доверенность и пошел с ней. А потом, не знаю, когда может быть оформлен. Вот этого делать никогда не стоит. Так как мы поступаем с автотранспортными средствами или с любым другим движимым имуществом. На три года доверенность дана, а в течение трех лет оформлен. Вот она в течение трех лет сто раз может быть отменена. Более того, что на день совершения самой сделки может уже не быть в живых собственника этого имущества, которое продается. И вот тогда сделка, естественно, будет уже недействительная. Поскольку действие доверенности прекращается со дня смерти лица, выдавшего ее. Поэтому лучше, конечно. Я вообще всегда советую оформлять в нотариальной форме договор и спать спокойно. Потому что если ошибется нотариус, то все убытки возместит вам нотариус. Если ошибется риэлтор, я не знаю ни одного случая, чтобы были возмещены убытки. Спасибо. Есть звонок. Добрый вечер. Мы вас внимательно слушаем. Алло. Добрый вечер. Добрый. Подскажите, пожалуйста, у меня мама получила квартиру как жена инвалид войны. Через полтора года у нее случился инсульт, и она как бы, испугавшись после болезни, мне оформляет квартиру на внука. Но на данный момент мы две сестры и есть еще племянница. Будет ли в дальнейшем племянница сестрой претендовать на эту квартиру? А племянница – это дочь сестры, которая в живых... У нее мои сестры родные. Но она в живых, сестра? Да, да, да. А племянница в данном случае не наследница. Поэтому вот племянники у нас наследники, внуки племянники у нас наследники только по праву представления. То есть, когда нет в живых того родителя, который был бы призван к наследованию. У них нет в своей очереди у этих наследников. Поэтому в данном случае интересы должны быть соблюдены, как вы считаете, и вас, и вашей сестры. Но она оформила, если она подарила квартиру внуку, то уже все. Если она оформила завещание на внука, то вы вообще на проводе сейчас? Да, да, да. Так вот, вы просто не сказали, она как оформила? Завещание на него? Я предполнаю, это самое, предполнаю, что она и делгарственная. Ага, подарила. Ну, теперь у вас нет права на наследство, у вас нет права на эту квартиру вообще. Поэтому в данном случае никто не вправе ограничить собственника на распоряжение принадлежащему им имуществу. Очень часто вот дети думают, там, супруги, если имущество принадлежит супругу на праве его личной собственности, не входит в состав совместно нажитого имущества, он вправе его отчуждать, и никто, и супруг об этом узнает только после смерти своей супруги. И впоследствии тоже пытаются оспорить эту сделку. Невозможно ее оспорить. Никто, законодатель предусмотрел, никто не вправе ограничить собственника по распоряжению его имуществом, за исключением как решением суда или законом. Другого пути нет. Поэтому никакие наследники, дети, супруги, никто не вправе ограничить при жизни распорядиться своим имуществом. Галина Юрьевна, опять же этим вопросом мы возвращаемся в начале программы. А если внук несовершеннолетний, то распоряжаться же будут родители, правильно? Если он несовершеннолетний, этой квартирой распоряжаться будут родители, если продать, то с согласия органов опеки. А орган опеки потребует приобрести ему либо одновременно равноценное жилое помещение, не хуже этого. И даже несмотря на то, что у него есть жилье с родителями и так далее? Они обяжут приобрести. Спасибо большое. Есть звонок, алло, говорите, слушай вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, вот хочу я сделать приобретенную цену. Хотела бы квартиру ему подарить. Скажите, как мне нужно сделать это без него? То есть можно как тут? Без него никак. Без него никак, это двухсторонняя сделка. А в двухсторонней сделке, тем более подарению, четко законодатель предусмотрел, что одаряемый должен этот дар принять. Более того, есть статья, что одаряемый вправе отказаться от дара. Даже если уже сделка заключена, одаряемый вправе отказаться от этого дара, если этот дар нанес ущерб его жизни, здоровью и так далее. То есть существуют и вещи. Поэтому односторонней дарения не бывает. Галина Юрьевна, а как же вот очень часто на свадьбу говорят, мы дарим вам квартиру или там мы дарим вам автомобиль. Они заявили об этом, никаких проблем. Попактуют, можно обязательно. Никаких проблем. Автомобиль очень часто дарят, ключи дали, катаясь, а автомобиль оформлен на того, кто его дарит. Поэтому кому принадлежит эта вещь, это еще вопрос. А заявить, мы дарим квартиру, а потом оформить, никаких проблем нет. Вот вы сказали такую фразу, очень любопытно, можно отказаться от дара. Такое в практике бывает? И вот причины какие? Личностные? Нет. Причина одна. Причина, если это угрожает жизнью и здоровью, это имущество. Например, подарили дом, у которого вот-вот развалится крыша. Понятно. Поэтому здесь можно отказаться вот в таком плане, в одностороннем порядке. Она находится и достоверонняя, нужно заявить об этом отказе, у нее есть право. А в остальных случаях он должен назад передарить. Калина Юрьевна, заканчивается время. Коротко вопрос, коротко ответ. Пожалуйста, слушаем вас. Алло. Говорите. Алло. Да, говорите, пожалуйста. Время заканчивается. Очень коротко. Дело в том, что моя двоюродная сестра умерла. Но никаких документов она не успела оставить. Наши батя были родные, мы носим одну фамилию. Что-нибудь я могу иметь? А какое имущество у нее осталось? А? Какое имущество осталось? Ну, квартира, все что в квартире. Ну, никаких проблем нет, вам только необходимо доказать родственные отношения. И если в течение шести месяцев. Вам нужно в течение шести месяцев подать соответствующее заявление любому нотариусу в городе Самаре. Если вы в городе Самаре проживаете, сестра вас, ваша, вернее, сестра проживала в городе Самаре. Поэтому подаете заявление, вам там нотариус даст подробную консультацию. Для этого необходимо прийти с паспортом, свидетельством о смерти. И желательно справочку с места жительства. Но если справочки даже не будет, любой нотариус обязан завести наследственное дело. И в течение шести месяцев вы собираете эти документы. Остальные документы, которые у вас на руках не будет, нотариус запросит самостоятельно. Ну, а Галина Юрьевна, в данном случае обратиться к любому нотариусу? В городе Самаре к любому нотариусу, какому вы пожелаете. У нас наследство без границ с 1 января 2015 года. Мы второй год. И вот ни одной жалобы не было на нотариусов, касающиеся порядка заведения дел в рамках наследства без границ. То есть раньше нотариусы были распределены их право на выдачу свидетельств по буквам, по алфавиту, по улицам, по кварталам и так далее. То есть приближены были к территории, где проживал наследатель. Наследникам часто было это неудобно. Но сегодня законодатель предусмотрел приказ Министерства юстиции Российской Федерации, что наследство без границ на территории нотариального округа, территорию нотариального округа, город Самар, город Таляйцев, город Сызр и так далее. Поэтому все 57 нотариусы в Самаре заводят наследственное дело по желанию наследника. Спасибо большое. Время наше подошло к концу. Смотрите программу «Территория прав» и следите за анонсами. Всего доброго. До свидания, Галина Юрьевна. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!